Здравствуйте! В студии Андрей Фадеев. Это новости Верхней Камья. И вот главные темы выпуска. Автовокзал у Оранжмола. Сегодня чиновники рассказали, как планы воплощаются в жизнь. Коммунальная анархия на улице Свободы. В доме протекает крыша, и жильцы боятся включить свет, чтобы не случилось пожара. Куда смотрит управляющая компания? Впереди выходные, и если вы еще не видели Ночь искусств, смотрите. А мы расскажем, как она создавалась. Для комфорта пассажиров. На пустыре при въезде в Березники со стороны Перми продолжаются работы по возведению нового автовокзала. Сейчас на стройплощадке идут земляные работы и вынос действующих коммуникаций. Когда объект начнет принимать первых пассажиров и перевозчиков, расскажем далее. Еще в начале 2018 года городские власти и муниципальное предприятие «Водоканал» решили перенести автостанцию с территории железнодорожного вокзала. Движение поездов там прекратилось уже давно, район практически не обжит, и до междугородних трасс путь не близкий. Мест по размещению было предложено несколько. И у кладбища, и в районе строящегося жилого комплекса «Еврахим», и у троллейбусного депо. Ну, еще ряд мест. Все-таки остановились на том месте, где сейчас, собственно, и проводятся работы. Это на въезде в город. «Водоканалом» была проведена огромная предпроектная работа. Необходимо было выполнить ряд условий. Земля должна быть муниципальной. Размещение автостанции должно соответствовать санитарным нормам. Не ближе 100 метров от жилых домов. Участок около площади «Юбилейная» подошел, можно сказать, идеально. Затем начались работы по поиску инвестора. Администрация города предложила одну из самых современных форм сотрудничества. Чтобы не тратить деньги городского бюджета, было предложено заключить концессионное соглашение. Это вид договора, согласно которому инвестор за свой счет строит и эксплуатирует объект, извлекая из него в дальнейшем выгоду. Концессионером по строительству новой Березняковской автостанции выступила Пермская ООО «Автовокзал». Работы на площадке начались в прошлом месяце. Сейчас идет вынос коммуникаций, которые попали в петто застройки. Это выносится ливневая канализация, которая идет, город здесь проходит. И сейчас будут выноситься еще опоры для электросетей, для того, чтобы уже потом можно начать стройку. Пермская компания «Автовокзал» не в первый раз участвует в строительстве подобных дорожно-транспортных объектов. Например, в сентябре этого года в Соликамске на месте старой автостанции появилась абсолютно новая. Причем, по требованию местных властей, внешний вид автостанции должен был сочетаться с архитектурой исторических зданий центральной части Соликамска. Теперь автостанция является украшением города. Березняковская автостанция, наоборот, будет выглядеть современно. На сайте Пермского архитектурного бюро «Движение» появились варианты фасада новой автостанции. Здание будет построено с навесом в зоне посадки-высадки пассажиров, а на прилегающей территории обустроят парковку и пешеходную зону. Согласно паспорта объекта строительства, все работы по возведению автостанции должны быть завершены в сентябре следующего года. Таким образом, осенью 2021 года автостанция начнет принимать первых пассажиров и перевозчиков. Кроме того, как заверил нас представитель заказчика, появление новой автостанции никак не повлияет на стоимость билетов. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. В Петербурге создали тест-систему на ковид, дающую результат за 55 минут. Новинка по совокупности характеристик не имеет аналогов среди прочих российских и зарубежных производителей. Партию тест-систем в количестве 528 тысяч штук изготовили в сентябре. Сейчас она находится на завершающей стадии получения регистрационного удостоверения. Далее озвучим традиционные данные по распространению коронавируса за сутки. В стационаре Краевой больницы имени Вагнера сейчас находятся 135 жителей Верхнекамья, у которых выявлен коронавирус. 567 человек сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. Более 2200 человек по предписанию Роспотребнадзора находятся на карантине под наблюдением врачей. В Пермском крае за сутки выявили 210 новых случаев заражения COVID-19. Очередной суточный рекорд по количеству заражений. Общее число инфицированных в Прикамье почти 16 тысяч человек. При этом выздоровели более 10,5 тысяч. Из них за сутки 178 человек. За минувшие 24 часа скончались от коронавируса 5 жителей Пермского края. Всего за весь период 458 человек умерли от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось почти на 22 тысячи. Общее количество заболевших сегодня 1 млн 880 тысяч человек. Скончались за сутки 411 пациентов. Управление гражданской защиты напоминает о новой сезонной опасности. С 10 ноября по 17 декабря 2020 года запрещен выход на лед на территории водных объектов вблизи Березняков. Прогулки по льду в самом начале зимы часто связаны со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители рыбной ловли. Кроме этого, специалисты отмечают, что одной из самых частых причин трагедии на водных объектах является выход на лед в состоянии алкогольного опьянения. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в непогоду. Хочется отметить, что цена жизни несопоставима с тем, что будут чувствовать родственники, близкие этих рыбаков, когда узнают, что он провалился, пострадал, а тем более погиб. Значит, за данный период необходимо знать, что безопасность на льду связана с тем, что лед не окреп в ноябре-декабре. Значит, толщина льда недостаточна для передвижения. Рыбакам следует помнить, безопасный лед для одного человека – это 7-12 сантиметров толщины, для группы людей – 25 сантиметров. Будьте бдительны, специалисты советуют повременить с зимней рыбалкой на месяц-полтора, пока ледяная корка на водоемах окончательно не окрепнет. К коммунальным темам. В нашу редакцию обратились жители дома 44 по улице Свободы. Они рассказали, что крыша дома протекает, поэтому они боятся даже включить свет, чтобы не произошло пожара. Наша съемочная группа выехала на место. Сейчас будем все разбираться, потому что без вас никак. Сколько я звонила, сколько я писала заявления, люди писали – полный игнор. Вместо люстры – ведро, вместо лампы – фонарик, чтобы обезопасить свою жизнь и избежать короткого замыкания. Елена, жительница 44-го дома по улице Свободы, вообще не включает в своей квартире свет. В четвертый год бьюсь, сваливают все, чья-то антенна стоит, крышу не можем ремонтировать, и все. И я живу без лампочек, я живу с фонарем дома, у меня везде ведерки стоят, ведерки висят вместо лампочек. Почему же так происходит? И люди живут словно на пороховой бочке. Тем более у дома есть своя управляющая компания – ШПЭТ, которая должна следить за состоянием кровли. Там нам ответили – действительно, следят. Но дальше дело не двигается. Да, были акты осмотра по крыше, мы делали. Проблема у нее есть. График текущего ремонта ее квартира включена. Протекающая крыша – это еще не все беды. Елена Тарасова живет практически без горячей воды. Практически – это горячей воды нет днем. Вечером бежит еле теплая струйка. Ну вот днем ее практически нету. Утром люди тоже встают, пользуются. У меня ее нету. Ближе к вечеру тоненькая струйка. И то нагревается кое-как. Это сколько, пока я ее пропущу, это сколько у меня намотают. У меня же счетчики тоже стоят. И такие перебои здесь. Внимание с лета. И проблему управляющая компания начала решать только сейчас, когда зима на дворе. А по горячей воде произвели плановую чистку бойлера раз в год. Сейчас выход меняем на бойлере. То есть часть трассы. У дома Свободы 44 проблем выше крыши. Вот, например, надломленные деревья во дворе, которые рискуют кому-то упасть на голову. Люди решили взяться за дом. Пригласили на собрание свою управляющую компанию. И переизбрали совет дома. Поможет ли это в решении? Люди надеются, что да. По крайней мере, под лежачий камень вода не течет, уверены они. В управляющей компании также пообещали. Впредь решать вопросы с жильцами сообща. Еще до приезда телевидения. Евгения Хакшарова, Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Международная группа медиков провела исследование и узнала, что бороться с коронавирусом поможет сочетание меда и черного тмина. Эксперимент показал, что пациенты с COVID-19 уже на четвертый и седьмой день почувствовали облегчение симптомов болезни. А также из организма вирус вышел на четыре дня раньше, чем у тех пациентов, в лечении которых не использовались народные средства. Защищать свой организм в сезон простуд крайне важно. Тем более, когда в этом году грянула пандемия COVID-19. А ведь, как уверяют медики, всего один грамм меда в день, и болезнь будет протекать намного легче. А если вы еще к этому добавите спорт и активный образ жизни, как Татьяна Сидорова, то вирусом совсем будет непросто одолеть ваш иммунитет. Деревенский, пустырник и липовый. Почему решили 3 килограмма взять сразу? Ну, потому что зима долгая, длинная, чтобы не ходить, они не так часто приезжают. Ну и потом большая семья, любим мед, оздоравливаться. Вы говорите, оздоравливаетесь, чувствуете какой-то эффект? Да, конечно, бодрость, энергия прибавляется. Ну, а если для кого-то мед кажется недешевым продуктом, то компания Сандалов с радостью вас переубедит. Вот уже несколько месяцев подряд они продают не один, а сразу несколько сортов месяца. С приятными скидками от 30 до 40 процентов и ценой от 390 рублей за килограмм. В ноябре под эту акцию попали сорта Дониковый, Таежный и Лесной. А для любителей закупиться про запас есть еще одна акция. Наши покупатели в основном берут сразу несколько сортов меда, поэтому мы для них сделали выгодную акцию. При покупке 2 килограммов меда, третий килограмм любого меда вы забираете в подарок. Например, покупая килограмм липового меда за 690 рублей, килограмм таежного меда за 600, вы отдаете всего 1290 рублей. И по акции вы хотите взять в подарок мед вятский. В среднем у вас цена получилась 430 рублей за килограмм. Сладкий и полезный мед от компании Сандалов ждет вас в ДК Металлургов с 13 по 21 ноября. И в ДК имени Ленина с 16 по 18 число. Также янтарное лакомство вятские пчеловоды привезут и в Соликамск. В ДК завода Урал с 19 по 21 ноября. В Кизил 14 и в Губаху 15 ноября. Успевайте пополнить свои запасы. В следующий раз компания Сандалов посетит наш край в середине января. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новость Верхникамье. В Суханово появится водопровод. Городской музей готовит сюрприз для телезрителей канала Верхникамье ТВ. Новая порция интересной информации ждет вас после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Хорошая новость. До Суханово добралась цивилизация. В поселке построен участок водопровода длиной более километра для возможности подключения жилых домов с тремя пожарными гидрантами. Ввод в работу построенного участка водопровода планируется к концу ноября. Ранее водоснабжение населения осуществлялось от водоразборной колонки по улице Цветочная. До конца 2020 года в Суханово обещают построить около трех с половиной километров водопровода. Сети будут проложены по улице Цветочная от врезки в районе Стеллы в сторону Новожилова. После ввода объекта в эксплуатацию абонентам, желающим подключиться к централизованной системе водоснабжения в Суханово, необходимо обратиться в Березняковскую водоснабжающую компанию. Перечень необходимых документов размещен на официальном сайте БВК. А теперь информация для любителей сладкого и не только. Завтра в Березняках последний день гостит выставка продажа казахстанских конфет и белорусского мяса в ДК Ленина. Успевайте за покупками. Печенье, вафли, карамельки и шоколадные конфеты в ДК Ленина – настоящий рай для сладкоежек. Продавцы уверяют своим ассортиментом, они смогут удивить каждого покупателя. Взрослые сладкоежки оценят конфеты со вкусом ликера Бейлис и ромовой вишни. Ну и, конечно, какой сладкий рай без любимых всеми с детства карамелек, пряников, круассанов и мармелада на пектине. Мы представляем кондитерские изделия производства Казахстан. Две ведущие фабрики – это Алма-Атар-Ахат и Кустанай-Баян-Сулу. У нас в наличии более 150 видов конфет. Также большой ассортимент шоколада. Горький шоколад 80-70%. А те, кто предпочитают натуральные сладости, на выставке ждут самые разные сорта янтарного лакомства. Тут и мед с черносливом, живицей, прополисом, пергой и с маточным молочком. Очень богатые и хорошие сорта меда у нас идут. Мед с пергой – это весь комплекс витамин, все микро- и макроэлементы. Также у нас есть мед, липы, акации, черноклёна. Черноклён полезен, он очищает стены сосудов, эндокринная система и хорошо нормализует давление. А любителей копчёности на выставке заинтересует прилавок с белорусскими деликатесами. Тут всегда богат ассортимент сыровяленой и копчёной продукции, а также известного всеми белорусского сала. Оно приехало к нам прямо из Гомельской области. Мы представляем новинку – это поленица, сыровяленое мясо. Мы представляем сыровяленую оленину. Также колбаса от бабульки. Но это ещё у нас она называется тыканая пальцы. Также новинка – это ветчина, называется, но это мясо сыровяленое, шикарное, которое выдерживается, когда готовится 45 суток. Успевайте купить мясные деликатесы и сладости к чаю. Завтра, 14 ноября, выставка продажа будет работать последний день в ДК имени Ленина. А уже с понедельника, 16 ноября и до 20-го включительно, товары можно будет купить в Соликамске в торговом центре Европы. Кристина Придеина, новости верхниками. Рабочая неделя подошла к концу, а значит, настало время отдохнуть. На выходные синоптики прогнозируют похолодание. Если вам захочется остаться дома, проведите его вместе с искусством. Атмосфера творчества ждёт вас в нашей группе ВКонтакте. Речь идёт о записи телемарафона «Ночь искусств». А пока вы раздумываете, мы расскажем, как создавался уникальный проект. Я осень читаю, как повесть, заранее зная конец. Это были незабываемые 10 дней. Именно столько времени было у команды на организацию креатив, съёмки и монтаж самого главного творческого проекта города «Ночь искусств». Наша продакшн-студия, пиар-медиа и управление культуры поставили себе, казалось бы, недостижимую задачу – охватить все жанры искусств и выдать уникальный контент. Конечно, мы все мобилизировались максимально. По 15 часов в сутки я лично посчитала, что где-то 15 часов в сутки я отрабатывала каждый день. Но это было такое вдохновение, настолько мы испытывали какую-то такую вот энергию вокруг, что это было здорово. Яркие отклики телезрителей вызвал уникальный для города эксперимент «Белый лист». За три дня операторы воплотили в кадре задумку режиссёра соединить в пространстве «Белого листа» поэтов, художников и актёров. Каждое слово, оно прошло сквозь меня. И я рисовала образы отдельно. У меня прям вот все листочки дома были зарисованы какими-то символами, почеркушками. А потом я выдохнула и собрала их все вместе. И у меня получился цветок. Вот это так интересно, когда я оперирую словом, но это образ. И вот берёт художник и переводит мой образ вот на такой язык. Сотрудники художественной галереи нашли в тайниках музея белые гипсовые скульптуры, сняли пыль, покрасили и украсили студию, из которой вещали наши ведущие. До сих пор ещё на самом деле под впечатлением от этого проекта «Белый лист», потому что здесь была настолько мощная энергетика, столько интересных людей собрались одновременно. И за кадром помимо происходящего обсуждается ещё что-то новое. И когда с тобой рядом люди, близкие тебе по духу, это не передать словами. А на сцене культурно-делового центра сконцентрировались музыканты, творящие в разных жанрах – классическая скрипка и рок-группа, вокал и хореография. Мало кто знает, но исполнительница танцевального соло Анна Вазагова за день до выступления растянула мышцы и травма дала о себе знать в самый ответственный момент. В голове сразу мысли, как продолжать, как писать, что дальше делать, потому что надо в любом случае станцевать, как это важно для меня и для других. Кто-кто может сделать укол, выясняли, все молчат. Её девочка-спасительница, слава богу, нашлась в оркестре. Красота требует жертв. Вот так за 10 дней искусство в нашем городе раскрылось с другой стороны. В титрах проекта больше 200 имён. Кто-то подбирал тексты, кто-то готовил детей музыкантов, а кто-то ставил номера. Оказывается, наши работники учреждений культуры и просто творческая элита нашего города, наши артисты, невероятно талантливые люди. И очень приятно и здорово, и огромное спасибо каналу вашему за то, что мы вот этот проект сделали, и действительно у нас получилось, что Ночь искусств в этом году впервые в городе объединила людей. Побыть в эпицентре уникального творческого пространства можно, не выходя из дома. Посмотрев проект Ночь искусств в нашей группе ВКонтакте, вы окунетесь в атмосферу экспериментального творчества, посмотрите графические работы пермских школьников и прочувствуете эмоции музыкантов. Творчество в нашем городе стало ближе к вам. Стоит только достать свой смартфон и нажать на play. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамьян. Подобрать умеренное количество соли для рыбы тоже можно считать искусством. Своими рецептами соление и копчение рыбак Камчатки давно прославился. Как раз сейчас поставщик готовит новую партию, чтобы в понедельник порадовать горожан камчатскими деликатесами. Рыбак Камчатки поставляет только свежие деликатесы, выловленные в Камчатском крае. Это и свежая малосольная красная икра, насыщенные жирами чавыча, кижуч, белорыбица, палтус, зубатка и другие виды дальневосточной рыбы. Продукция будет представлена как в малосольном, так и в копченом виде. Это те самые балыки, которые коптятся в красных каменных печах на опилках яблони, ольхи и вишни. А для тех, кто предпочитает сам создавать на кухне кулинарные рецепты, рыбак Камчатки привозит свежую продукцию в вакуумных упаковках. Производитель использует только сухую заморозку без льда и снега, поэтому вы платите только за мясо. Рыбак Камчатки соблюдает правила Роспотребнадзора и приглашает покупателей в масках и перчатках. Рыбная лавка начнет свою работу с 16 ноября в ДК имени Ленина. Впереди выходные, а значит всей семьей вы можете посетить Березняковский историко-художественный музей. Напоминаем, там сейчас проходит фотовыставка «Ракурс пространства-время». Вы можете ознакомиться с творчеством лучших фотохудожников Пермского края. А заодно прогуляться по исторической экспозиции и освежить память. Тем более, что с понедельника в эфире программы «Новости Верхникамья» будет проходить викторина, посвященная 95-летию нашего музея. О сколько нам открытий чудных готовит предстоящий конкурс, посвященный 95-летию музея имени Коновалова. В течение двух недель в нашей программе мы будем задавать вопросы, касающиеся истории музея и его экспонатов. Задания будут посвящены исторической экспозиции, художественной галерее, а также другим подразделениям музея. Это усадьба князей Голицыных в Усолье и музей книжной культуры Алконост. Вопросы несложные, но интересные. Постоянные посетители хранилища истории точно справятся, уверены сотрудники музея. Победители телевизионной викторины ждут приятные призы. Какие, мы расскажем в понедельник. И в понедельник в программе «Новости Верхникамья» уже озвучим первый вопрос. Так что следите за нашими эфирами. Если вы неравнодушны к жизни Березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события. И становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Каждую неделю победитель рубрики получает приятный подарок от наших спонсоров. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news, собакамайл.ру или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают именно с помощью смартфонов, а не профессиональных камер. Это были главные новости Верхникамья. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и отличных вам выходных. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 16 по 21 ноября в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – клиника «Медсимедлайф» в Перми. Лечение возрастной катаракты глаз, операция одного дня. Клиника «Медсимедлайф», город Пермь. Улица газеты «Звезда» 13, телефон 205-5013. 14 ноября в Пермском крае синоптики прогнозируют ясную морозную погоду без осадков. В Александровске – минус 20, в Кизеле также до минус 20, в Соликамске – 21 градус мороза. В Березниках в субботу температура воздуха ночью – минус 16, в дневные часы – до 22 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. Ветер северный 2 м в секунду. 14 ноября солнечная активность, низкое, геомагнитное поле, слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш – с дверей «Аргус». Сейф «Двери Аргус». Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. «Двери Аргус». Только в салонах «Кудесник». Только с 16 по 21 ноября. Дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». Город Березники, ДК Ленина. Улица Ленина, 50. Лечение катаракты – важная процедура. Выбирайте компетентных врачей и комфортные условия лечения для своих родителей. В клинике МИДСИ на газете «Звезда-13». Звоните 205-50-13. МИДСИ. Медицина компетенций.